МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый день на канале СТВ начинают корреспонденты службы новостей. В студии Анна Татур. Здравствуйте. В Гомеле выясняют обстоятельства страшной трагедии. Накануне на протоке Волотова под лёд провалились трое школьников. Спасти удалось лишь одного ребёнка. Его доставили в областную детскую больницу. Известно, что все трое попавших в беду ребят – одноклассники. Они учились в школе, которая находится в 100 метрах от протока. Первоначально появилась информация, что, возможно, с ними была девочка. Водолазы и спасатели метр за метром обследовали акваторию. Но опасения не подтвердились. Поиски прекратили после того, как спасённый ребёнок рассказал, что в тот роковой момент их было трое. Сильный ветер и метель. Синоптики опять объявляют оранжевый уровень опасности. К нам пришёл циклон с севера Скандинавии. Из-за него сегодня усилится ветер до 15-20 метров в секунду. Ожидается мокрый снег и дождь. Местами гололёд. Завтра погода ещё больше ухудшится. Во многих районах прогнозируют метель и сильный ветер. Водители просят быть внимательными. Дороги покроет гололедица. Инвестиционный потенциал Беларуси сегодня представят на деловом форуме в Минске. Его организует Белорусская торгово-промышленная палата и ассоциация аналогичных европейских палат в рамках Восточного партнёрства. Цель сегодняшнего мероприятия – представить Беларусь в качестве перспективного инвестиционного партнёра, привлечь европейское капиталовложение в экономику страны. В частности, будут представлены предложения белорусских предприятий, работающих в области сельского хозяйства, туризма. Краткий обзор других событий далее. Электрички между Минском и Молодечно сегодня пойдут по непривычному расписанию. Дело в том, что на одном из перегонов ремонтируют мост. Поэтому пассажирам на станции Уша придётся пересаживаться на автобусы. В них будут действительные железнодорожные билеты. Изменено время отправления поездов, чтобы стыковки с автобусными рейсами были более удобными. Целый арсенал обнаружен в гараже жителя Орши. 55-летний мужчина хранил там револьверы, пистолеты, автоматы, а также гранаты и другие боеприпасы. Возбуждено уголовное дело. Причём ранее этого мужчину привлекали к ответственности за аналогичное преступление. Выясняют, откуда он взял столько оружия и использовал ли этот арсенал в преступной деятельности. В Могилёре скорректируют список зданий, отнесённых к историко-культурным ценностям. Как считают городские власти, сделать это нужно, чтобы решить вопрос с их реставрацией. Дело в том, что некоторые из таких объектов пришли в аварийное состояние. А так как они внесены в список ценностей, сложно найти инвесторов для их восстановления. Многие из этих зданий находятся в центре, портят облик города, снижают туристическую привлекательность. В Белгосфилармонии начинаются праздничные концерты. Они посвящены 80-летию Белорусского союза композиторов. Декабрьскую афишу украсят пять музыкальных вечеров, прозвучат произведения отечественных авторов. Сегодня это будет праздничная увертюра Анатолия Богатырёва, а также отрывки из нескольких симфонических произведений. Добавлю, что музыкальные вечера, посвященные юбилею, организуют и во всех областях, проведут встречи с композиторами. К слову, их в Белорусском союзе насчитывается почти 130. Менчане предпочитают искусственные ели натуральным. Как свидетельствует статистика продаж, с каждым годом реализуют всё меньше натуральных деревьев. И на продажу их сейчас привозят всего несколько десятков тысяч на почти двухмиллионный город. Добавлю, что в этом году ёлочные базары в столице откроются 23 декабря. Цены на них будут колебаться от 35 тысяч до 110 тысяч белорусских рублей. А вот в столице Мексики живые новогодние деревья пользуются неизменным спросом. Расходятся как горячие бурритос. Тем более, эксклюзив одной местной фермы, здесь вот уже более 20 лет выращивают особые мексиканские рождественские ели. При этом из 40 тысяч деревьев, растущих на ферме, для реализации предназначены всего около полутысяч зелёных красавиц в сезон. Ведь основная цель фермеров – сохранение этих деревьев, ранее почти совсем исчезнувших в Мексике. На этом выпуск завершён. Заходите на наш сайт ctv.by, звоните и делитесь своими новостями по телефонам горячей линии 290-66-00 или 1-600-700. До встречи в половине восьмого утра. Субтитры создавал DimaTorzok